Абсолютная чемпионка в полулёгком весе Аманда Сейрано пройдёт следующий бой против Даниилы Рамос, владеющим поясом временной чемпионки WBO. Этот поединок состоится 27 октября в Орландо, США. Это будет первый чемпионский бой с трёхминутными раундами в женском боксе. Всем привет, вы на канале Воин и вы смотрите главные новости бокса последних дней. Погнали! Компания Wasserman Boxing опубликовала пост в социальных сетях, в котором предложила болельщикам назвать следующего соперника для Криса Юбинга-младшего. Много вариантов, но кто будет первым для Криса Юбинга, задался вопросом промоушен. В числе предложенных кандидатов также присутствует Геннадий Головкин. Напомним, что в конце прошлой недели Крис Юбинг нокаутом одержал победу в реванше с Лямом Смитом, после чего бросил вызов Головкину. Малик Скотт, тренер Дуантея Уайлдера, заявил, что его подопечные больше не рассчитывают выйти в ринг с Энди Руисом. Этот бой мёртв. Энди не хочет драться с Дуантеем. Как я вижу, Энди просил 20-30 миллионов долларов за поединок, в котором он не заслуживает таких денег. Он просто спрятался за бизнесом. Я верю, что на самом деле Руис никогда не хотел драться с Дуантеем, но эти разговоры обеспечили ему хорошие продажи, позволили оставаться на слуху. Удачи ему и его отцу, потому что папа Энди сказал мне, что они снимают кино, работают над документальными фильмами и не нуждаются в деньгах. Если им не нужны деньги, то пусть нахрен убирается с пути. Энди сказал, что подерётся за 10 миллионов, но сейчас бой так и не состоялся. Всё хорошо. Энтони Джошуа не продержится против Дуантея Уайлдера и до экватора поединка, убеждён Малек Скотт. Это крутой бой. Мы все знаем, на кого я ставлю. Моя работа заключается в том, чтобы быть уверенным. Дуантеи в форме, яростно и сфокусированы и готовы проделать в Джошуа дыру. Я действительно верю, что так и произойдёт. Он проделает новую дыру в Энтони. Филипп Иркович озвучил условия, при котором он позволит Александру Усику подраться с Тайсоном Фюри. Я не соглашусь на отступные. Возможно, разве что на какую-то безумную сумму. Но мне кажется, что её мне не предложат. Я чувствую, что могу победить Усика и подраться за звание абсолютного чемпиона. Я могу заработать намного больше, чем эти отступные. Это должна быть безумная сумма, но я не хочу никаких отступных. Как я уже сказал, мне кажется, что я могу победить Усика. Если я его побью, то смогу заработать намного больше. Усик не сможет меня нокаутировать. Я мощный панчер. Думаю, у меня достаточно выносливости, чтобы выбрасывать много ударов. Нужно Усику создать проблемы. Когда Даниэль Тюбу отдал волю рукам, он доставил Усику проблемы. Он большой парень, который бил, выбрасывал удары справа и левые хуки. Усика нужно бить по корпусу. Я думаю, что много бью по корпусу. Я хороший бодипанчер. Я считаю, что здесь не особо важную роль играет тактика или грамотный план на бой. Тебе попросту нужно выйти, заставить его пятиться и устроить с ним войну, потому что он не может воевать с большими парнями. Рой Джонс рад, что Даниэль Тюбуа проиграл Александру Усику. Джонс считает, что Усик спас Тюбуа от боя с Фюри. Я понимаю, что Даниэль считает, что в пятом раунде пробил в корпус, а не ниже пояса. Все же нужно признать, что удар был на грани и в таком случае решение принимает рефери. Поэтому он перестраховался и сказал, что это был удар ниже пояса. Это бокс. Усик не знает горечи поражения. Мы не хотим видеть, как Тюбуа дерется с Фюри. Мы все понимаем, что Фюри убил бы парня. Мы не хотим это увидеть. В конце концов, после того, как тебя вырубили джебом, мы рады, что все сложилось в пользу Усика. Что вы думаете обо всем этом? Пишите в комментариях. Буду рад вашим лайкам. И не забывайте подписываться на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся в следующих выпусках. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok